Казанский федеральный Казанский федеральный университет занимает свои позиции в ведущих рейтингах вузов. Какое место в европейском рейтинге АРЭС-2019 занимает КФУ, мы расскажем прямо сейчас. Казанский федеральный университет вновь вошел в международный рейтинг высших учебных заведений АРЭС-2019. КФУ занял восьмую строчку среди российских вузов, поднявшись на две позиции по сравнению с прошлым годом. Рейтинг придерживается европейского стандарта, что не характерно для других рейтингов вузов и тесно связан с европейскими работодателями. Этот рейтинг, он, скажем так, показывает европейский взгляд на вещи. То есть выигрышнее выглядят в этом рейтинге те университеты, которые участвуют в европейских научно-образовательных программах. Рейтинг основан на таких показателях, как научная деятельность, востребованность выпускников, информатизация, международное признание профессорско-преподавательского состава, взаимодействие с работодателями, членство в европейских академиях наук и награды, выданные подразделениями Европейской торгово-промышленной палаты и Еврокомиссии. Они оценивают образовательный процесс, оценивают сотрудничество, ну, в большей части тоже с европейскими вузами в области науки, инновационную составляющую, инфраструктурную составляющую. И вот для нас очень важно, что с 2013 года, где-то мы были на 30-х и выше позициях, мы в России имеется в виду, то есть, да, вот мы поднялись на восьмую. Оценка вуза выносится в виде категории качества. Всего их четыре. A, B, C и D. Каждая категория разбита на подкатегории. Наилучшая оценка – ААА. Казанский федеральный университет получил оценку ААА. Артем Топичкин, Ленардо Валетяров, Универньюз. 27 апреля завершилась модель организации исламского сотрудничества. В ней приняли участие более 30 студентов, в том числе и из Казанского федерального университета. Наш корреспондент Анна Глазунова расскажет подробнее. Важную на сегодняшний день тему исламского банкинга обсудили студенты в Болгарской исламской академии. С 24 по 27 апреля здесь прошла модель организации исламского сотрудничества. В работе модели приняли участие более 30 студентов, среди них студенты из Казанского федерального университета. Я очень люблю изучать Ближний Восток и это моя уже четвертая модель. Исламская сотрудничество является одной из отраслей моей научной работы, которую я сейчас пишу. В течение двух дней студенты проводили сессии Совета министров иностранных дел, где обсуждали тему исламского банкинга, международные стандарты и право применения в государствах-членах организации исламского сотрудничества. Все это проходило в формате деловой игры, где каждому участнику необходимо было представить позицию своей страны, участвовать в выстраивании коалиции и дебатах по выработке резолюции. Я представлял позицию Камеруна. Это не исламская страна. Мусульманское население там не преобладает и исламский банкинг там практически не развит. Я представляю Мали. Это одна из не очень богатых, не очень спокойных стран на африканском континенте. Завершились сессии принятием итоговой резолюции, в которой учитывалось мнение всех заинтересованных сторон. Для того, чтобы сюда приехать, участникам пришлось пройти серьезный отбор и соответствующую подготовку. Диалог культур, диалог религий, диалог, в конце концов, мировоззрений и межнациональный диалог – это еще одна очень важная тема и очень важный аспект сегодняшнего мероприятия. В прошлом году наш ректор Решат Равкатович Гафуров подписал базовый договор с Болгарской исламской академией. Но его надо наполнять содержанием. Вот чем мы и занимаемся. Так как модель организации исламского сотрудничества проходила на территории Болгарской исламской академии, участникам необходимо было соблюдать дресс-код. Парни ходили в брюках, джинсах и в кофтах с длинным рукавом, а девушки – в платках и юбках. Ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов отметил важность проведения здесь столь значимого события. Мы с удовольствием поддержали предложение Казанского федерального университета, группы «Стратегическое видение» и дружелюбно распахнули двери Болгарской исламской академии, потому что понимаем, что работа с молодежью, развитие молодежи, тем более по такому очень интересному направлению, как моделирование работы организации исламского сотрудничества является очень важным и перспективным. Программа была очень насыщенной. Тренинги на команды образования, сессии совета министров, мастер-классы, а также экскурсии по историческим местам города Болгар. Где участники посетили музей болгарской цивилизации, побывали в Восточном и Северном мавзолеи, увидели самый маленький, самый большой Коран и еще много чего интересного. Все студенты увезли с собой массу впечатлений, новые знакомства и много полезной информации. Анна Глазунова, Максим Матвеев, Универньюз. Казанский университет работает над привлечением вьетнамских абитуриентов. Своими впечатлениями от обучения поделились студенты из Вьетнама, которые уже обучаются на специальностях КФУ. Подробности смотрите далее. Количество вьетнамских студентов, обучающихся в российских университетах, растет год от года. Так, в настоящее время в Казанском университете обучаются 24 человека из Вьетнама. Я очень люблю Казанский федеральный университет и я обязательно буду рекомендовать этот университет своими друзьям. Моя подруга, которая сейчас учится на магистратуре, она посоветовала мне выбрать Казанский федеральный университет, потому что КФУ, особенно его юридический факультет, это один из самых хороших образованных юридических учреждений. Поэтому я так решила учиться здесь. Кроме того, пять человек на сегодняшний день являются слушателями подготовительного факультета. С 1979 года в Казанском университете ведется языковая подготовка иностранных граждан, предшествующая их обучению по программам высшего и послевузовского профессионального образования. Мне очень нравится обучение здесь. Большое впечатление на меня произвел преподавательский состав. К нам относятся с большой заботой и теплотой. При этом ежегодно увеличивается количество льготных государственных образовательных квот, которые Россия предоставляет дружественной стране. КФУ – это один из самых лучших университетов России. И мне нравится, что в КФУ здесь очень хорошее общество, поэтому я выбрала КФУ. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюс. 27 апреля в императорском зале КФУ состоялся концерт Татарского народного хора Казанского университета. Подробности в сюжете Алсу Сатаровой. Отчетный концерт Татарского народного хора Казанского университета прошел в императорском зале КФУ и был посвящен 110-летию со дня рождения выдающегося музыканта, основателя Казанской хоровой школы, заслуженного деятеля искусств России и Республики Татарстан Казачкову Семену. Педагог высочайшей квалификации, у которого я учился где-то четверть века, начиная с музыкального училища. Он воспитал огромную армию прияду хоровых дирижеров. Татарский народный хор КФУ исполняет песни на латинском, французском, английском, русском и татарских языках. За полувековую историю коллектива его участниками побывали более 1500 студентов Казанского университета. Хор сегодня исполнит достаточно обширную программу. Она всегда удивляет посетителей и они испытывают огромное удовольствие. Алсу Сатарова, Александр Юдин, Универ Ньюс. 27 апреля на малой сцене Уникса прошел фестиваль «День корейской культуры». Подробнее в нашем сюжете. День корейской культуры K-Culture проходит в Казанском университете уже не первый год. В его рамках посетители могут ознакомиться с корейской традиционной и современной культурой. Мы проводим его ежегодно в апреле. Мы показываем всем, кто хочет корейскую культуру, корейские танцы, современные, так и традиционные. У нас очень много каждый год участников, поэтому в связи с этим проводится конкурс. Первый, второй, третий, четвертый места. Хорошие подарки. В том числе возможность поехать стажироваться в Корею на 6 месяцев бесплатно полностью. Стоит отметить, что номера представляли не только студенты, обучающиеся на профильных направлениях подготовки, предполагающих изучение корейского языка и знакомство с корейской культурой, но и будущие специалисты в других областях. Значительную часть посетителей фестиваля выступающих составляли школьники. Камиль Гемоздинов, Александр Юдин, Универ Ньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Следите за нами в социальных сетях. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok